Освобождение вора в законе Таро отметили сходкой коронации Актона. Продвижению новичка в воровские ряды способствовал участник братского круга Гафур Черный. В Турции состоялась сходка в честь празднования освобождения лидера кутаистского воровского клана Тария Ланяне. Он отсидел 10 лет в колонии особого режима Черный Дельфин. Таро был задержан сразу после освобождения. Солилецкий суд в Оренбургской области арестовал его на 40 дней. Законника взяли под стражу прямо у выхода из колонии. Знавший о выдворении Аняне планировал отправиться в Турцию. По идее его должны были сначала выслать в Грузию, откуда бы он незамедлительно вылетел в Стамбул. Теперь же его дальнейший маршрут неизвестен, так как арест Аняне связан с тем, что он объявлен в международный розыск испанскими правоохранительными органами. Там его обвиняют в отмывании денег и организации преступного сообщества. На сходке, как стало известно от источников, был коронован новый вор в законе 48-летний представитель Средней Азии по имени Актан. О нем известны только следующие факты. Он является наполовину киргизом, наполовину узбеком, отбывал тюремный срок в ОАЭ. В дубайской тюрьме он провел 10 лет. Любопытно, что его продвижению в воровские ряды способствовал участник братского круга Гафур Рахимов, более известный как Гафур Черный. По информации источника, крестными отцами Актана стали 10 воров в законе, включая Тимура Занимси Цверидзе, Срипу, Романа Джафарова, Ромика Курда, Лашу и других. Ведущим на сходке был Давид Чхиквишвили, он же Дата Сургутский. Известно также, что о коронации Актана резко негативно высказался от бывающей длительный тюремный срок шакры молодой. Как говорит источник, он назвал коронацию несвоевременной. Продвиженцы Актана сначала обратились к шакра, но он им отказал, после чего те пошли к кутайцам. Последние в свою очередь высказались, что шакра, не царь и начальник имеет равно такой же голос, как и все остальные. По данным источников, коронация была совершена в противовесе единственному до недавних пор узбекскому воров в законе Бахти-Ташкентскому. Продолжение следует...